Саммит стран БРИКС Конечно же, это больше аванс от журналистов и экспертов. Об архитектуре нового многополярного мира понятно говорить пока рано. Но контуры и форматы уже проявляются. Об этом говорили на саммите в Казани. В столицу Татарстана приехали лидеры 36 стран мира. Китай, Индия, Иран, Турция, ЮАР, Белоруссия, Бразилия и не только. А также генсек ООН Антонио Гутерреш. Как кто-то где-то написал, в Казани собрались представители половины человечества. Другая половина внимательно за всем наблюдала. Запад остается, конечно, мощным. Он остается достаточно спаянным. Но там есть одна хелесова пята. По сути дела, все наиболее ярые союзники США, или подстилки, или прокладки, здесь уж говорить можно как угодно, они не имеют никакой свободы маневра, в отличие от стран БРИКС. В конце концов, да, есть разногласия, скажем, у Китая и Индии. Они спокойно обсуждают. Россия может при желании сторон выступать посредниками. Ведет диалог Москва с Пекином. Та же история. Надо учитывать интересы и одной, и другой стороны. Я так полагаю, что усилившееся и увеличивающееся число тех стран, которые хотели бы быть в составе БРИКС, или как минимум наблюдателями при этой организации, это показатель того, что модель таких гибких взаимоотношений избрана оптимально. В БРИКС учитывают, или, по крайней мере, стараются учитывать интересы других стран. Многополярность и уважение выдают детали. Вот пример с машинами. В Казани всем делегациям выделили автомобили черного цвета, но для президента Туркменистана сделали исключение. Сердар Бердмухамедов был на белом аурусе. В Туркменистане машины темного цвета под запретом. Организаторы в России это учли. На саммите БРИКС никто никому не мешал самовыражаться. Было все, от африканских нарядов до костюмов с бабочками. Все обсуждают и этот кадр с полей саммита. Владимир Путин с купюрой БРИКС. На ней флаги стран-основательниц организации. Пока это только символ, ничего больше. Но кто знает. На саммите обсуждали отказ от доллара. Его назвали оружием для достижения политических целей. По итогам саммита приняли декларацию из 136 пунктов. Там в частности о многополярности и осуждении санкций и экономического давления. Возможно, в этом многополярном мире услышат и учтут позицию преднестровцев. Сейчас главная задача – это экономическое взаимосотрудничество на взаимовыгодной, опять-таки, прошу прощения за тавтологию, основе. Я полагаю, что мы, в принципе, можем здесь проявить себя. И причем не только с БРИКС, но и с СНГ, на двусторонней основе с Россией, с союзным государством России и Белоруссии, куда входят две страны во главе с Москвой и Минском. Я полагаю, что для нас тоже открыты большие поля для маневров, и здесь можно действовать очень гибко. Да, нам мешают, в частности, Кишинев. Но что делать? Мы определились, к сожалению, под влиянием реальности вокруг нас существующей, о том, что действующая молдавская власть не настроена на конструктивный диалог, а она настроена на конфронтацию. Это, однако, не значит, что мы сдадимся, поднимем лапы кверху и будем ждать у моря погоды. Саммит БРИКС в Казани завершился сегодня. В западных СМИ его назвали «успехом российской дипломатии». Где-то там до сих пор пытаются по губам прочитать, о чем говорили Путин и Си Цзиньпинь. Возможно, о том самом многополярном мире, где с позицией и мнением Приднестровья будут считаться. Редактор субтитров А.Семкин